Сделать город удобным, красивым и безопасным. Всем этим требованием отвечает муниципальная подпрограмма обеспечения комфортных условий проживания граждан. В ее рамках в этом году был сделан ремонт балконов в домах на проспекте Ленина. Оправдались ли вложенные средства, сегодня оценили депутаты Чебоксарского городского собрания. К фасадам домов на центральной улице предъявляются особые требования. Но на строениях 60-х годов прошлого века красоту сохранить сложно. Выходить на ветхие балконы и вовсе небезопасно для жизни. Горожанам была предложена программа софинансирования по капитальному ремонту. 75% из бюджета, 25% от собственников жилья. Не каждого устроил такой расклад. Жители задавали вопрос, управляющая компания собирает деньги со всех полностью. У тех, у кого есть балконы, у кого нет балконов. По большому счету это в соответствии с действующим законодательством. Балконная плита и вообще балкон относятся к общему домовому имуществу. Соответственно, по закону должны платить все. Точно так же, как за лифт первые этажи тоже должны платить, за кровлю тоже все должны платить. Сегодня картина по улице Ленина выглядит контрастно. С одной стороны все еще остается сгнившая деревянная отделка, с другой ухоженные конструкции с пластиковыми окнами. Жильцы были очень довольны, потому что хотели давно, многие застеклись балкона, потому что дом старый. И восприняли прям с удовольствием, с большим удовольствием. И никаких препятствий я не встречала. Работы в доме Антонины Петровны длились один месяц. Свою долю собственники выплачивали частями в течение шести месяцев. Таким образом, 10 тысяч не показались неподъемной суммой. Ведь если заняться ремонтом балкона самостоятельно, выйдет намного дороже, признаются жители. Сначала мы присматривались, как это будет, к чему это приведет. Но администрация на самом деле так активно и грамотно и эффективно это все проделала. У нас завтра будет комиссия по городскому хозяйству. На этой комиссии мы уже этот вопрос внесем. От имени комиссии будет письмо на имя главы города, на имя главы администрации, с тем, чтобы продолжить эту программу. И надеемся, что и жильцы нас поддержат, пока депутаты проверяли состояние балконов, поступило предложение добавить немного свежести и ярких решений в дизайн фасадов. Привлечь для этого художников и молодых дизайнеров. Инициативу решили обсудить со специалистами. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.